Определить правильную тактику лечения, а главное сделать это быстро. Время – самый ценный инструмент детских врачей и онкологов. Этот аппарат УЗИ помогает его сэкономить. Теперь на процедуре доктор четко видит, как проходит пункция подозрительного новообразования. Раньше все приходилось делать на глаз. Здесь, видите, иголочка у нас по движению тканей попадает непосредственно в опухолевое образование. И мы можем быть уверены, что клетки забраны именно туда, откуда надо. При необходимости есть аппарат наркозный, и деткам где-то лет до 10-12 под наркозом это возможно сделать. Пункции проводятся и щитовидные железы, и молочных желез, и мягкотканных образований, когда мы сомневаемся в пыльных природе. Ну и лимфоузлой. Больше трех десятков юных жителей коми каждый год заболевают злокачественными новообразованиями. Чаще всего это лейкозы, лимфомы, опухоли мозга. При этом детские онкологи уже давно ушли от общих протоколов лечения. Сейчас мы уже дошли до такого уровня, что диагноз ставится очень сложный, с применением иммуногистохимических методов, молекулярной генетики. И сейчас, например, диагноз «острый лейкоз» такого в детской практике нет. Необходима расшифровка, из каких клеток, какое течение и так далее. Это нужно для того, потому что лечение все больше и больше становится индивидуализированным. То есть сейчас схемы терапии детей подбираются конкретно под ребенка. От восьми месяцев до нескольких лет лечения. Такой путь проходят семьи, в которых ребенку ставят диагноз «рак». На помощь всегда приходят специалисты федеральных центров. Там проводят тяжелые операции, трансплантации костного мозга всегда на связи благодаря телемедицине. Важен не только сам процесс лечения, но и условия, которые создаются для маленьких пациентов и их родителей. Подход мы находим, но не сразу, не с первого дня, потому что они сюда приезжают, попадают в наше отделение, пугаются наше отделение, название наше. Они, естественно, когда узнают о заболевании, становятся немножко такие злые, недоверчивые. Но потом со временем как бы сестры находят подход, разговаривают, объясняют какие-то там книжки, литературу дают сами. Врачи у нас объясняют все родителям. Ну и так получается, что находим общий язык с ними, дружим практически как одна большая семья. Лежат они у нас здесь долго. А еще в этом отделении ждут скорейшего переезда. В новом корпусе больницы, который должны сдать в следующем году, детская онкология получит свои квадратные метры. У пациентов появятся более комфортные и безопасные условия – стерильные боксы, минимум общения с окружающими. Все то, что приближает победу над грозным диагнозом. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрген.